В столице Китая прошли абаевские чтения. В этом году мероприятие приурочено 20-летию Астаны. С творчеством казахского акинопросветителя в Китае знакомы. В музее Цзиньтай такие чтения проводятся уже в четвертый раз. Произведение абаев в исполнении пекинских студентов. Об этом подробнее в нашем сюжете. В четвертый раз пекинская публика собралась в музее Цзиньтай, чтобы проникнуться творчеством казахского писателя, поэта Абая Хунанбаева. Гостями и участниками абаевских чтений, посвященных 20-летию Астаны, стали представители интеллигенции, казахской диаспоры и студенты. И дети, и взрослые сегодня здесь. Представители казахской диаспоры и студенты-казахстанцы смогли прочувствовать свою причастность к казахской культуре, литературе и проникнуться глубоким смыслом стихотворений Абая Хунанбаева. Исследователь Китайской академии общественных наук Ван Сяо Юй хорошо знакома с казахской литературой. Не так давно она посетила Астану и Алматы. В ее копилке статья о Мухтаре Ауэзове, переводы стихотворений Махжана Жумабаева на китайский. Сегодня молодой исследователь хочет познакомить китайских читателей с творчеством казахских поэтов и писателей. Ван Сяо Юй специально приехала в Пекин на абаевские чтения. Произведения Абая знакомы китайскому народу. Доказательством этого является даже показ спектакля по произведению Абая Хунанбаева во время гала-концертов в честь праздника весны. Мероприятие транслировалось центральным телеканалом страны. Философия Абая несет глубокий смысл и всегда актуальна. Впервые на китайский язык стихотворения и слова назидания Абая Хунанбаева перевели известный писатель Ахбар Мажит и профессиональный переводчик Хаху Аджан. В рамках программы Рухани Жангару на язык многомиллионного Китая переведут также антологию казахской литературы. В Центральном парке Пекина великому мыслителю воздвигнут памятник. Все это дань уважения и результаты культурного обмена между странами. Айдана Карибжанова, Нурбек, Бекен, Жан Сюй, Хабар, 24, Пекин.